Добрый день, представьтесь, пожалуйста, вкратце, откуда вы по поводу чего к нам обратились? Меня зовут Татьяна, мы приехали с Издраиля, сына, но коснулись этой проблемы, которую здесь и лечат. Узнали мы от знакомых, которые здесь успешно пролечились, и мы решили сразу сюда приехать. Знакомые пролечились, и сколько времени уже, как эта проблема у них закрыта? Ну, к сожалению, мы связь потеряли, я не могу сказать. Проблемы этой, как долго эта проблема была вам известна? Именно в моей семье? Да. Ну, у нас сначала, вот три года он был чистым, до этого он тоже занимался, ну, был болен, можно сказать, от этой проблемы. Вот. Три года было все замечательно, и вот последние полгода, как это случилось, и мы сразу сюда. А так вообще знакомые знакомые, с какого возраста? Наверное, насколько мне память не изменяет, где-то, наверное, с двадцати, точно не помню. Семь десять. Ну, плюс-минус, не могу сказать точно, может быть, не помню, честно. А вы до нас обращались в какие-то другие центры, куда на семью? Мы в центре не были, у нас просто там другая методика лечения, только более 20 дней, ну, как бы там, ну, сами такие же ребята, которые вышли, ну, с такого же состояния, и сами там преподают, просто снимают вот это обезболивание все, и ходят на занятия, такие же ребята, как они. Ну, ну, вообще-то полугосударственное, государственное даже, не полугосударственное. Ваши впечатления от нашего центра? Ну, знаете, спасли нас, честное слово, спасли. Очень благодарны всем врачам, Мельничкам, Виталию Ивановичу. Вообще-то, я, конечно, нас слышала и смотрела, ну, это в интернете видео, но у меня просто слов нет, кроме благодарностей, ничего нет. Мне кажется, если бы я сюда не приехала, я бы его потеряла. Это честно. А вот Ваша вот оценочная сравнительная характеристика, пожалуйста, его состояние, вот, теперешнего, да, и его состояние, когда он выписывался из предыдущих центров. Есть разница, Вы видите ее? Знаете, тогда он тоже был, ну, хороший. Сейчас же я не знаю еще, как бы мы еще здесь. Ну, здесь сейчас, да, именно вот это. Ну, это, конечно, что мы приехали сейчас. Сейчас это мой настоящий ребенок, которым я узнала раньше, и которым он и есть. То есть он вернулся к жизни? Вернулся к жизни, да. А, ну и последний вопрос, пожалуйста. Что бы Вы хотели пожелать вот тем пациентам или сопровождающим, которые будут смотреть Вас? Я бы хотела пожелать всем мамам, чтобы они не теряли надежды и не теряли время вот это драгоценно, а чтобы сразу ехали сюда, привозили своих детей, верили, что здесь действительно помогут и вылечат детей. И направят на, ну, как говорят, на истинный путь. Потому что они действительно начинают разумно думать и возвращаются к жизни. У них появляется интерес к жизни, что-то сделать, жить, жить. Самое главное. Как Саша образно сказал, я почувствовал интерес к жизни, начал жить. И, в общем, жаль этих десяти лет, которые были вот в этом. Да, он мне тоже сказал, как жалко, сколько я лет потерял из жизни своей. Потому что было то плюс, то минус, то жизнь. Ну, как бы, какое-то время нормально. Это не то, что он там все время так был, ну, вот плюс-минус возвращался. Но стабильной такой жизни, вот у него три года, за которые он все достиг. Что хотел, и остановился. Наверное, цель у него была не очень высокую планку поставил себе. То есть достиг того минимума и расслабился. Да, да. То, что хотел, достиг, все есть. И, казалось бы, ну, а что? И стало, наверное, неинтересно жить. Но я так думаю, не знаю. А дальше задача перед собой уже идти ставим. Спасибо. Спасибо вам всем. Спасибо.